Девушки отдыхают Только что вы посмотрели свежий рекламный ролик Samsung Galaxy Note 9 Откуда можно понять, как выглядит смартфон, какие у него будут ключевые технические характеристики Конечно же, здесь затизерено абсолютно не все Новый стилус, поддержка карт памяти до 1 терабайта, 512 гигабайт постоянной памяти у смартфона, что нихрена себе как много Интересные аппараты, уже буквально на следующей неделе я пойду щупать этот смартфон Понимать, о чем идет речь И если вас интересует еще что-то большее, чем тот факт, что у компании Apple капитализация приближается к отметке 1 триллион долларов То сегодня мы еще с вами поговорим о том, как компания Huawei становится новым Samsung О том, какие молодцы ребята из OnePlus и так далее и тому подобное Поэтому добро пожаловать в субботний выпуск новостей Погнали! Согласно свежим отчетам, Huawei обошла Apple по продажам смартфонов, если мерить продажи в штуках Теперь тройка лидеров по смартфонам в мире выглядит следующим образом Первое место Samsung, потом Huawei, затем компания Apple на третьем месте Но я бы не спешил хоронить компанию Apple, как это делают разные кликбейтовые аналитики у компании Все прекрасно, акции дрожают, маржа на всей продукции просто сумасшедшая А вот кому действительно стоит поднапрячься, так это компания Samsung, которая уже который год находится на первом месте И походу появился первый претендент на это место, на лидерство компании Huawei Которая сейчас просто выпускает огромное количество смартфонов с хорошими камерами, собственными процессорами И с очень большими рекламными бюджетами Потому что про Huawei уже знают во всем мире А компания Samsung этот год, можно сказать, провела очень нейтрально Выпустив смартфоны с минимальным количеством изменений И продажи идут не таким образом, каким им хотелось бы А Huawei прям наращивают, наращивают производство Возможно выход Samsung Galaxy S10 в феврале 2019 года на выставке в Барселоне На МВЦ исправит ситуацию, но Huawei наступает на пятки И компании Samsung действительно стоит побеспокоиться об этом К тому же, если внимательно присмотреться, то Samsung и Huawei сейчас две очень похожие компании Компании, которые сами занимаются разработкой собственного чипа У которых есть классные алгоритмы работы, камеры У которых, собственно, и графические оболочки, на которые они возлагают очень большие надежды В общем, все очень похоже Походу у нас подмечается новый лидер, как говорится в старом, добром, классическом кино В этом городе слишком мало места для двоих Но это все тлен по сравнению с новостью, которая прогремела на этой неделе Какой-то разработчик поковырялся в коде свежей бета-версии прошивки iOS 12 И обнаружил там интересную запись С намеком на то, что у новых айфонов будет возможна поддержка двух сим-карт Речь идет о том, что у компании Apple уже есть собственный стандарт Виртуальные сим-карты, как вы это знаете И еще дело в том, что компания Apple активно борется за китайский рынок Так вот, если компания Apple захочет создать смартфон с поддержкой одновременно виртуальной сим-карты И одновременно полноценной сим-карты То на китайском рынке им придется сделать смартфон с лотком под две сим-карты Потому что в Китае стандарт виртуальных сим-карт попросту не работает И походу он там запрещен И это действительно похоже на правду Это действительно может в будущем произойти И знаете, что самое интересное? Если так произойдет, то айфон с двумя сим-картами Который будет делаться для Китая Будет максимально востребован в России, Беларуси, Украине В общем, в странах бывшего СНГ Потому что наш народ любит смартфоны с двумя сим-картами Несмотря на то, что готов покупать их по тысяче долларов И мне кажется, что если такой смартфон появится То у нас будут за него просить чуть ли не три цены на старте продаж И в этом нет ничего удивительного Кстати, напишите в комментариях Используете ли вы двухсимочные смартфоны? Есть ли у вас две сим-карты? И зачем вы это делаете? Потому что, допустим, в моих сценариях использования Две сим-карты полезны только в одном случае Я сижу вот сейчас вот здесь на студии И здесь основной оператор мобильной связи, которой я пользуюсь Он не работает Он не ловит здесь Приходится переключаться на вторую сим-карту Либо же на второй смартфон Чтобы быть на связи Это мой сценарий использования Зачем люди в современном мире используют две сим-карты? Для меня иногда становится загадкой С точки зрения экономии это давно уже не экономно С точки зрения удобства, ну напишите Потому что на самом деле во многих смартфонах Два радиомодуля очень сильно влияют на энергопотребление смартфона На этой неделе была очень сильная шумиха Связанная с тем, что в Твиттере Американские популярные блогеры и обзорщики Начали жаловаться на Google Pixel 2 XL и поголовно типа с них слазить Потому что смартфоны начали лагать Да, вы не ослышались Google Pixel 2 XL у американских блогеров начал лагать Причем претензия идет как к смартфону на операционной системе Android 8-го поколения Так и даже на бетке 9-й одинаковые лаги со временем вылезают у людей Они жалуются и говорят, что вот уходят обратно на Samsung Либо же на OnePlus 6 И даже последнее видео записал Маркус Бронли МКБ HD О том, что он свалил со своего Pixel 2 XL на OnePlus 6 Из-за оптимизации, из-за скорости работы Хотя многие, конечно, начинают увлекать этого человека Что ну ты ж амбассадор OnePlus 6 Ну вот как бы наверняка из-за этого Хотя вы знаете, когда я закинул удочку в Твиттере по поводу лагающего Pixel 2 XL Там тоже нашлись люди, которые говорят Ничего не знаю, мой Xiaomi Mi 5 работает нормально Поэтому тут можно делить как бы это все напополам Ну то есть если Pixel 2 XL действительно лагает со временем То миф развеян Не бывает смартфонов, которые не лагают То есть со временем все смартфоны забиваются И если за ними не следить, они начинают тормозить И чистый Android походу не является исключением А вот компания OnePlus действительно порадовала на этой неделе новостью О том, что все пользователи, которые купили давным-давно OnePlus 3, OnePlus 3T получат обновление Android 9-го поколения Это действительно очень круто с точки зрения поддержки пользователей И еще раз компания доказывает, что в свое время люди не зря выбрали этот бренд Не зря купили этот смартфон Потому что, ну уже сколько времени прошло-то, да Он до сих пор поддерживается Это очень-очень клево Я думаю, люди, которые сейчас на OnePlus 3, OnePlus 3T сидят Они просто от души радуются этой новостью И люди, которые купили себе OnePlus 5, OnePlus 5T, OnePlus 6 Тоже могут быть спокойны, что их смартфон будет обновляться Еще хрен знает сколько времени Вот это по-настоящему крутое отношение И лояльное отношение к своему пользователю Просто браво Компания Xiaomi анонсировала выход своего второго геймерского ноутбука И это вообще очень странная штука Если я в каждом выпуске жалуюсь на то, что компания Xiaomi часто выпускает смартфоны То с ноутбуками та же фигня получается Я смотрел на их новый геймерский ноутбук буквально, по-моему, 4 месяца назад на презентации Mi Mix 2S Я так его не дождался в Украине, чтобы сделать обзор И, кстати, буквально вчера я поднимал этот вопрос Где его достать у нас, чтобы сделать обзор этого ноута И выходит новость о том, что они выпускают вторую версию ноутбука И я думаю, хорошо, что я не поторопился Потому что у меня было действительно желание не просто его как-то достать А уже за собственные средства Купить и сделать обзор И оставить чисто в свое пользование Как игровой компьютер Поэтому посмотрим, что из этого получится В целом, если сравнивать только что анонсированный ноутбук с полугодовым Обновление получается чисто косметическое В Mi Notebook Pro 2 Те же видеокарты 1050, Ti 1060 Слегка обновленный процессор Теперь в серии стоят Intel Core 2018 года выпуска И цена получается от 1000 долларов И да, 1000 долларов за геймерский ноутбук Это очень демократичная цена Учитывая дизайн этого устройства и форм-фактор Он действительно красивый Мне действительно нравится этот ноутбук Потому что я уже начал смотреть обзоры других журналистов И других блогеров Которые его купили себе за свои деньги И, как оказалось, действительно достойная машина Друзья, вот такая была неделя с новостями Она мне запомнилась именно этими событиями Во вторник или даже в понедельник Я выйду в прекрасный город Киев Где буду на презентации на официальном старте Продаж Xiaomi A2 в Украине Узнаю рекомендуемую стоимость у нас И также на следующий день поеду брать и щупать Galaxy Note 9 Чтобы тоже составить свое полноценное впечатление об этом смартфоне Поэтому ждите новый контент на канале А пока подписывайтесь на канал Хороших вам выходных И не забывайте взглядывать в Telegram Пока